МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Поддержаны члены диверсионной группы, которая планировала ряд громких террористических актов и заказных убийств. За власть самые удивительные анархисты в мире – одесские анархисты. Как можно быстро и без хлопот получить причитающийся ветерану АТО земельный участок? Новый детский сад открыла на поселке Котовского компания Интострой. А теперь об этих и других событиях подробнее. В Одессе пойманы члены диверсионной группы, которая планировала ряд громких террористических актов и заказных убийств. Сотрудниками Службы безопасности Украины в Одесской области была проведена операция, в результате которой задержаны 6 человек, входивших в состав диверсионного формирования. В ходе оперативно-следственных действий удалось выяснить, что готовилось покушение на активиста Евромайдана Сергея Гуцелюка. Сотрудники Службы безопасности Украины задержали в Одесской области членов диверсионной группы, которая планировала ряд громких террористических актов и заказных убийств. Как говорится в распространенном пресс-службе ведомства заявлений, по заданию кураторов из ГРУ, Генштаба России, члены группы собирались, в частности, осуществить взрывы в местах дислокации правоохранителей на военных объектах, волонтерских и общественных проукраинских организаций. Группу сформировал бывший сотрудник российской спецслужбы, который находится на временно оккупированной территории Автономной республики Крым. Первой ее задачей была физическая ликвидация лидера Одесского Евромайдана Сергея Гуцелюка. А непосредственными исполнителями преступления должны были выступить члены одной из районных ячеек Одесской областной организации Коммунистической партии Украины. Было предложено провести акцию в виде ликвидации общественного деятеля Гуцелюка. Осуществить данное мероприятие должна была коммунистическая ячейка. Также одним из условий, которые должно было состояться мероприятие, должна была проводиться фото- или видеосъемка по возможности. Активист должен был быть устранен на маршруте движения к дому в районе поселка Касунцы путем осуществления засады с помощью коктейлей Молотова и металлических прути. Значит, Олегом было озвучено, что в автомобиле могут быть члены семьи Гуцелюка, на что я доложил Андрею Коваленко и мне было сказано, что ликвидировать всех, кто будет находиться в автомобиле. Мы связались с Сергеем Гуцелюком, который в телефонном режиме подтвердил факт организованного на него покушения. Впрочем, как говорит сам Гуцелюк, на его политическую активность произошедшее никак не повлияет. Вот эта фаза горячая, которая происходит на востоке, она один из фронтов борьбы. Другой здесь проходит, потому что Одессу для них это очень важный момент, очень важная точка. И они, как мы видим, не глашаются никакими методами. Вот эти вот серии терактов, которые уже происходили, и серии покушений и подготовок к покушению на активистов. Спасибо всем одесситам за поддержку. Вместе мы все-таки добьемся того, что все будет нормально и нас впереди ждут очень большая битва, это выборы. Напомним, это уже не первая попытка физического воздействия на активиста. Так, в сентябре 2010 года, тоже накануне местных выборов, в результате поджога сгорел автомобиль активиста. Также была предотвращена попытка поджечь дом Сергея Гуцелюка. Сам Евромайданевис связывал это со своими выступлениями против известного своими сепаратистскими взглядами Игоря Маркова. На этот раз погибнуть мог не только Сергей, но и его близкий, которые в момент совершения преступления тоже могли находиться в автомобиле. Сейчас задержанные дают показания о непосредственном участии и распределении ролей в реализации преступного замысла. Открыто уголовное производство по части 1 статьи 14 «Приготовление к преступлению» и части 1 статьи 258 «Террористический акт» Уголовного кодекса Украины. Перестрелка преступников с милицией произошла минувшей ночью на трассе Одесса-Котовск. Оперативники проводили операцию по задержанию убийц одесского таксиста. На поиски подозреваемых ушло 4 дня. Тело таксиста с огнестрельными ранениями в голову было обнаружено в посадке поблизости от аэропорта 11 сентября. По оперативной информации, преступление совершили трое подельников. Один из них, Одессит, сбежал из Луганского следственного изолятора, где отбывал пожизненное заключение. На злоумышленнике оказались в сопротивлении. Применив огнестрельное оружие против сотрудников милиции и бросив их в сторону гранату, отчего сотрудники милиции получили ранения. Оценив ситуацию, милиционеры, согласно статии 15-й закона Украины о милиции, применили огнестрельное оружие для отражения нападений на сотрудников милиции и задержанных лиц, оказывающих вооружение и сопротивление. В результате два злоумышленники погибли, а третий был задержан. У преступников изъятый автомат и два пистолета. Раненые милиционеры проходят лечение. Постановлением Одесского горизбиркома у 12 сентября сформирован состав районных избирательных комиссий в нашем городе на местные выборы. Всего созданы четыре комиссии по числу районов в Одессе. Что за комиссия создатель? Так и хочется классически воскликнуть, глядя на состав этих самых районных избирательных комиссиантов. Итак, по порядку, кто же, кто же эти люди и партии, кому дано избирательное право подсчитывать наши с вами «Электоральные голоса». Согласно законодательству, половина состава комиссии укомплектована представителями местных организаций политических партий, у которых есть парламентские фракции Блок Петра Порошенко «Солидарность», Всеукраинское объединение «Батькивщина», Народный фронт, Оппозиционный блок, Объединение «Самопомничь», Радикальная партия «Олега Ляшко». Вторую половину состава комиссии сформировали путем жеребьевки, в которой участвовали местные организации других политических партий. И здесь начинается удивительное. То есть многие удивятся, когда узнают, что есть у нас в Одессе партия, например, наша земля. Именно представитель нашей земельной ячейки стал председателем комиссии Суворовского района. Той самой, которую еще пару лет назад возглавлял ныне глава избиркома Игорь Чижевский. И так, что мы знаем об этой широко известной в узких кругах политической силе. Собственно, ничего, кроме того, что создана она с единой целью раздать всю землю крестьянам, в смысле фермерам. То есть, видимо, предполагается, что близкая к сельскохозяйственным проблемам партия будет настолько популярна среди горожан, что, считайте, голоса на нашей земле доверили именно этой силе. Еще одна популярная среди определенных слоев населения партия – пенсионеров Украины. Секретарем комиссии Приморского района стала представительница этой возрастной партии. В Малиновском районе, как бы для конкуренции, заместителем главы комиссии стала представительница уже молодежной партии Украины. Не хватает, пожалуй, лишь детской партии до партии тех, кому за 30. Ну, глядишь, к следующим выборам придумают. Но, пожалуй, самая удивительная комиссия подобралась в Киевском районе. Там секретарем представитель вынырнувший из небытия партии «Зеленых», а главой – член пиратской партии Украины. Да, оказывается, есть и такая партия. А почему бы и нет? Почему политическим корсарам не создать свою политическую силу? Тем более, что глава районной комиссии только сейчас представляет пиратов Украины. А раньше, как сообщает интернет-издание «Рупор Одессы», он возглавлял управление внутренней политики горсовета и неплохо разбирается в вопросах подготовки и организации выборов, поскольку работал еще с Русланом Баделаном, человеком, хорошо знающим, как надо совмещать право голоса с обязанностями чиновника мэрии. Самые удивительные анархисты в мире. Одесские анархисты выступают не против власти как таковой или конкретных ее представителей. Наши последователи Махно не устраивают пикеты под мэрией против продажи Аркадии, застройки высотками центра города или создания полулегальных частных армий. Вместо этого они проводят полушутовской полубалаганный митинг. Атмосфера здесь соответствующая. В самом центре, на Екатерининской, собрались около 70 маргиналов. Иначе их и не назвать. Уже утром далеко не все трезвы. С черными флагами монархистов и смутным представлением о цели собрания. Удивительно, но когда в Одессе проходили массовые акции протеста на Лонжероне и в Аркадии против застройки побережья, в центре против высоток в исторической части города, этих удивительных анархистов не было. Когда одесситы устраивали митинги у мэрии против поднятия тарифов, создания незаконных частных армий, передачи городской собственности, в частности КП «Горсвет», приближенным к власти, удивительных анархистов не было. Особенность одесских анархистов в том, что они за власть. Власть – это меньше годы в тяжелых условиях. Вопрос о том, почему же анархисты не борются с властью, как это им и положено, застал лидера организации буквально врасплох. Мы тоже намерены в этой кампании выступать и против Труханова в том числе. Мы найдем определенные темы, я вам сейчас не готов сказать, мы просто как бы раскроем свои карты. Еще более удивительно, что объект критики анархистов – не действующая власть, обладающая админресурсом и пилищая бюджет. Не чиновники и депутаты, наделенные реальными полномочиями. Главная проблема недоанархистов – то, что Эдуард Гуровец планирует баллотироваться в мэры. Чтобы сообщить об этом, они пришли под стены его общественной приемной. Требуют, чтобы политик ушел на пенсию. Жизнь на пенсии прекрасна! Жизнь на пенсии прекрасна! Жизнь на пенсии прекрасна! Уже буквально в двух шагах от лидера участники акции так и не смогли толком объяснить, зачем пришли. Как это обычно и бывает на проплаченных митингах. Не на камеру протестующие жаловались. За массовку пообещали им даже не по 100, по 80 гривен. Видимо, дошли уже рядовые анархисты до ручки. Добрый день! Скажите, зачем сегодня? Для смысла. Ну, то есть, объясните. Нет вопросов. Вопросы все в начальство. Зачем вы пришли сегодня? Без комментариев. Анархист без комментариев. А вот у одесситов комментарии нашлись. Это глупая трата времени. Делать нечего людям, другое дело. Делать нечего людям, другое дело. Как вам проведение такой акции прямо по соседству с вами? Я за Гурвица. О том, кто стоит за акцией анархистов, можно судить и потому, что освещали это событие, кроме нашей телекомпании. Только представители промерских СМИ. Последний раз такая публичная активность проявлялась анархистами аккурат перед прошлыми выборами. Тогда они также выступали против Эдуарда Гурвица. И явно испытывали кризис жанра. Три, четыре. За прошедший год ни одного пикета против преступлений действующей городской власти. Ни единого слова критики в адрес Геннадия Труханова и его команды. Вот такие они, одесские анархисты. За власть. Заместитель генерального прокурора Давид Сакврылидзе взял курс на реформирование органов прокуратуры. В Одесской области планируется набрать новые кадры на должности районных прокуроров и их заместителей. Был проведен конкурс, в котором могли принять участие как действующие прокуроры, так и люди извне. Активисты Одесской ячейки гражданского корпуса полка АЗОВ ставят под сомнение прозрачность результатов. Прямых доказательств у активистов нет, но они утверждают, конкурсный отбор прошло много действующих силовиков, которые имеют влиятельных покровителей. Волонтеры АЗОВ, которые следили за прохождением мероприятия, также отмечают, некоторые победители первого этапа конкурса просто не могли набрать высшие баллы, особенно если судить по их поведению на судебных процессах. Когда человек, который должен быть высококвалифицированным, Борис Захарьев, выносит прохание до судяя поместить под варту подсудного только за то, что он написал глупотание, то человек, соответственно, не знает конверенции про права человека. Помещения, где проходил конкурс, также были плохо оборудованы. Одна камера, да и то с плохим качеством картинки. Всю аудиторию, где кандидаты сдавали экзамен, охватить было невозможно. Она не может исследовать каждого кандидата, то есть он используется какими-то шпаргалками, гаджетом, то что. Самые процессуальные действия они не выполняют. В соответствии, есть сомнения о их высокой профессиональности. Активисты утверждают, исходя из этого, можно прийти к следующему выводу. Те, кто сдавал экзамен и те, кто получал за это оценки, могли быть совершенно разными людьми. Давид Сакварелиза находится в Киеве и, на нашу думку, нынешняя круговая порука преследовательной прокуратуры смогли найти лазейку и объйти данный объективный конкурс. Активисты обратились в Генеральную прокуратуру, посольство США в Украине и гаранту Конституции Петру Порошенко. Они требуют, чтобы результаты первого этапа конкурса были отменены, а победители заново прошли отбор. Тем более, что они не должны сомневаться в своих силах. Анатолий Косин, Андрей Терещенко, телекомпания «Круг». По закону, все участники АТО, имеющие статус участника боевых действий, имеют право не только на льготы, но и на земельные участки. Однако ответственные за это чиновники констатируют, в Одесской области, несмотря на зарезервированные для военных участки, со своим правом на них обращаются крайне мало участников АТО. То ли по незнанию, то ли по другой причине. Эксперты областной государственной службы по вопросам геодезии, картографии и кадастра объяснили журналистам, какова процедура получения причитающейся земли. Для военных специалисты Госгеокадастра зарезервировали более 700 гектаров земли под сельское хозяйство. За границами населенных пунктов именно этими участками занимается Госгеокадастра. Однако вот незадача. Большинство этих участков оказались невостребованными. 251 заявление было подано в областное управление, 251 заявление было рассмотрено, было выдано 238 приказов и медали разрешения на разработку документации на общую площадь 262 гектара и 13 приказов по утверждению земельных участков. То есть, как вы обратите внимание, всего по четырем районам Одесской области утвердили документацию. В областном управлении Госгеокадастра рассказывают. Довольно много полезной информации об участках и о процедуре их получения есть на официальном сайте. Кроме того, чиновники говорят, госслужащие управления обещают военным всяческое содействие в решении процедурных вопросов. Предполагается, что помощь также окажут и гражданские власти в лице новоназначенных глав районных администраций. Они так же максимально поддерживают, помогают, консультуют людей в том, чтобы они нашли для себя место для такого нового життя. Районное управление, либо мы, областное управление, помогаем ему готовить все необходимые материалы. Для него достаточно прийти с документами, подтверждающими то, что он был участником антитуристической операции, и взять с собой паспорт, идентификационный код. Мы на месте распечатаем, предложим варианты с размещением земельных участков. Они размещены у нас на сайте. Вы можете ознакомиться с ними на сайте Госгеокадастро в Одесской области. То есть у нас есть большая вкладка для участников АТО, туда можно зайти, ознакомиться по районам с массивами, которые были зарезервированы. Одна из возможных причин, почему военные не столь охотно обращались в органы власти за своей землей, заключалась, по словам самих людей, в качестве предлагаемых участков. То, что предлагали военным, не иначе, как медвежьими углами вдали от цивилизации, назвать было нельзя. В Госгеокадастре рассказывают, жалоба услышана, проблема решается. Мы уже вторую неделю осуществляем, скажем так, объезд районами управления всех этих участков. Они фотографируются на фоне этих полей, высылают нам фотографии. Мы смотрим те материалы грунтовых обследований, которые делались ранее. То есть, да, я могу сказать уверенно, что земельные участки нормальные, адекватные. Это земли сельхозназначения, на которых можно, безусловно, выращивать сельхозкультуру. Эксперты надеются, что, услышав предложение о помощи и содействии со стороны облгосадминистрации, военные все-таки активнее начнут реализовывать свои законные права. А чиновники обещают всесторонне помогать и делать все возможное, чтобы бюрократические процедуры не стали для защитников Украины типичным бюрократическим адом. Анатолий Косин, Андрей Терещенко, телекомпания «Круг». В Одессе открылся новый детский сад. Его передала в собственность городской громады компания «Интострой» в рамках проекта по сооружению микрорайона «Острова» на поселке Котовского. Этот район поселка Котовского в народе называют «полем чудес». И появление тут, на краю города, нового детского сада действительно чудо. Еще сравнительно недавно по всей округе рос бурьян, а детей водили в садики за 3-9 земель. Мы компания «Интострой», которая сегодня строим в европейском уже уровне. И строим микрорайоны, в котором наши детки, их родители могут сегодня пойти в детский садик, пойти в спорткомплекс, поиграть на детской площадке. Также у нас футбольные поля на площадке. Поэтому мы сегодня строим в европейском уровне. Девизом нашей компании является слоган «Мы строим будущее». Для нас это не пустые слова, для нас это фраза, наполненная смыслом. В разработке проектов и реализации этих проектов мы всегда руководствуемся отношением к нашему городу, к любимому городу. Мы хотим сделать максимально комфортную жизнь в нашем микрорайоне. Поэтому рождаются такие проекты, как детский сад, как микрорайон «Острова». Дошкольное учреждение номер 43 на улице Марсельской отвечает всем современным требованиям к таким объектам и рассчитано на 110 мест. Это десятая часть от потребности города. Садик обеспечит работой 50 человек. Пустующих мест здесь не будет. Открытие садика ждали и в жилищном комплексе «Острова», и в других домах. Как бы социологи не жаловались на демографический спад, одесских садов всегда мало. Инициатива компании «Интострой» весьма своевременна. Обычно застройщики ограничиваются сооружением подземных паркингов и магазинов. Обеспечить новый микрорайон дошкольным учреждениям не додумался еще никто. Садик на Марсельской – первый и очень удачный пример. Очень красиво, мы очень довольны, потому что мы долго ждали самого рождения, стояли в очереди. Вот мои дочки три с половиной годика, и мы только сейчас получили путевку в этот садик. Это, конечно, решит многие проблемы родителей, потому что Суворовский район самый заселенный, и много деток маленьких. Поэтому мы очень довольны, что открылся этот садик, и много деток сюда пойдут. Очень все понравилось, конечно, очень все красиво. Вообще в жизни хорошо, когда что-то создается, когда воспроизводится. Это очень приятно, хорошо, и я думаю, что даст Бог, все будет нормально. Главное всем нам мирное небо, и чтобы мы сюда ходили, занимались, слушали, получали какой-то объем знаний. Садика в нашем районе, как видите, здесь нет. Все садики как бы по другой стороне, ближе к Добровольскому или между Днепро и Добровольским. Здесь возле нас много как бы жилых домов, много детей, а садика не было. Это первый садик. Садик является логическим дополнением первого в Одессе комплекса социального жилья «Острова». Кроме строительства многоквартирных домов, компания «Интострой» оборудовала бесплатный мини-стадион и детскую площадку на подходе открытия фитнес-клуба. Молодым семьям предоставляют рассрочку на приобретение квартир. Сейчас же мы строим спорткомплекс. Дальше в развитии у нас будут здесь и торговые центры, и офисные центры для того, чтобы создать здесь уют для жителей этого комплекса. Компания «Интострой» готова продолжать осуществление социальных проектов как на условиях благотворительности, так и в рамках инвестиционных обязательств. Александр Виноградов, Сергей Коняхин, телекомпания «Круг». В Одесской области появилось агентство по вопросам инвестиций и развития. Специалисты новосозданной структуры будут работать по пяти направлениям – туризм, инфраструктура, сельскохозяйственный сектор, транспортный комплекс и IT-сфера. Каковы планы привлечения инвестиций по этим направлениям, 15 сентября рассказали одесским журналистам. Работа агентства будет заключаться в разработке инвестиционных планов и предложению их крупным международным финансовым организациям или частным лицам. Проекты могут быть государственно-частного партнерства с возможным финансированием из государственного и коммунального бюджетов. Планы у новых специалистов действительно наполеоновские. Например, та же дорога – Одесса-Рини. Мы работаем над очень интересными проектами морского сообщения по берегу Черного моря от Одессы, Ильичевска, Южного, Затоки, Каролина-Бугаза, в морские и курортные города Дуная. Это Рини, Келья, Измаил, Вилково. Это будет отличная альтернатива дорожной развязке. Вопрос, чтобы у нас все-таки на протяженности этой дороги было как минимум два концессионных участка. Это мост через Днестровский лиманд и мост с Румынией. Для чего это делается? Для того, чтобы привлечь частный капитал, потому что сумма проекта, который требуется, бюджет проекта, который требуется, он находится в промежутке между 1 и 2 миллиарда долларов. Очень важно развить IT-сектор. Как показывает практика, там, где гением-стартаперам предоставлен зеленый коридор, и будущие инвесторы гораздо активнее готовы вкладывать в развитие других отраслей. Мы начали працювать с инвесторами над проектами, которые были представлены минулого тижня на инвестиционном форуме. Было несколько достаточно интересных проектов. И мы начали перемоги с IT-инкубаторами за кордоном, которые могут принять эти проекты, с сит-инвесторами, которые могут вкладывать деньги в эти проекты. Мы сейчас будем подключать медицинский туризм, строительство отелей и развитие программ по поддержке регионального туризма. Это экотуризм, винный туризм. Уже 10 октября откроется Центр административных услуг, который станет ощутимым поспорьем в работе агентства. А уже через 6 месяцев возможны первые частные вложения. Именно такой первоначальный срок был отмерен агентству на демонстрацию результатов своей работы. Мы прежде всего хотим работать, по сути, как какой-то маленький государственный инвестиционный банк, который хочет привлечь инвестиции в регион. Мы видим огромную дыру в том, что с точки зрения инвестиций, что здесь происходит, регион практически недофинансирован, выглядит очень бедно. Наша амбиция привлечь сюда порядка 3 миллиардов долларов. Александр Боровик заметил, набор специалистов в агентство продолжается. Преимущество будет отдаваться молодым людям с горящими глазами, пришедшими в основном из бизнеса. Привычных номенклатурщиков, которые занимались не инвестициями, а просто занимали места в кабинетах, больше не будет. Анатолий Косин, Андрей Терещенко, телекомпания «Круг». Это все новости на сегодня. Далее информации синоптиков о погоде. Я напоминаю, что новости телекомпании «Круг» всегда доступны онлайн по адресу круг.com.ua. Если вы стали свидетелями резонансных событий, информируйте наших журналистов. Обо всем важном и интересном сообщайте в редакцию по номеру телефона 34 00 76. Вам хороших новостей, берегите себя и своих близких. Я прощаюсь с вами. До следующей встречи в эфире. Увидимся. По прогнозу гидрометцентра Черного и Азовского морей 16 сентября в Одессе ожидается переменная облачность, без осадков. Утром туман. Ветер восточный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью 13-15, днем 20-22. Температура морской воды 20-21. Продолжение следует...